Возвращаемся в программу и в радиоблог с Игорем Цесарским. Телефон в студии 847-400-5200. И сейчас как раз настал тот период, когда вы можете звонить, задавать вопросы или комментировать. И наши ведущие постараются ответить на ваш вопрос. У нас есть звонки, что вы думаете? Да, пожалуйста, напомним только, что у нас Иосиф Зисинс из Киева, общественный деятель, сопредседатель очень известной, солидной организации еврейской. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый Иосиф, мне так показалось из ваших комментариев, что вы на стороне Порошенко. Я ошибаюсь или это так? Ну, если так, в первом приближении, то вы правы. Но на самом деле вопрос сложнее. Потому что я часто критиковал Порошенко. Более того, я тут вхожу в такую интеллектуальную группу. Считается, в данном случае вы голосовали за Порошенко, правильно? Да, я голосовал за Порошенко, но на самом деле я голосовал за Украину. А могу я с вами поспорить? Я не договорил еще, можете, конечно. Да, да, ну я слушаю. Для меня важно было и для моих коллег то, что те позитивные изменения, которые произошли за последние пять лет в Украине, и для меня важна безопасность Украины, ее независимость, ее путь в будущее, европейское будущее. И поэтому мы очень были встревожены тем, что в неопределенности Зеленского, кандидата, таились большие риски. То, что этот курс может быть изменен, то, что может быть пожертвовано безопасностью страну. На что рассчитывали, кстати, оппозиционные силы Порошенко, что это будет реванш сил Януковича. Так что, да, я голосовал за Порошенко, и ничуть об этом не жалею. Более того, я не уверен, что большинство всегда право. Я часто, поскольку я диссидент, я бывший политзаключенный, я часто в жизни оказывался в меньшинстве или даже в одиночестве. Но, тем не менее, время проходило, и все-таки правда брала свое. Дело в том, что Порошенко... Я слышала, что вы обвиняли Зеленского в том, что у него какие-то там представители регионов. Но Порошенко созывал партию регионов. Правильно? Я не обвинял ни в чем Зеленского. Ну, если я слышала такое выражение, это не есть хорошо. Но не вы, хорошо, это не вы сказали. Это я сказал. Из чикагской студии. Что еще? Вы правильно сказали, Зеленский ничего не обещал в начале. После того, как он был избран, он как бы больше прояснил свою позицию. И, слава богу, он очень все правильно сказал. Но самое главное другое. Реакция Путина. Как только выяснилось, что вы избрали Зеленского, он начал раздавать паспорта в Лугандонщине. Это говорит о том, что он ожидал, что выберут Порошенко. И он ставил на Порошенко. И это говорит, ну, подтвердает это еще то, сколько преференций выдал Порошенко Медведчуку. Поэтому, слава богу, что так получилось. Я вас услышал. Хорошо, спасибо за ваш звонок. Ну, попробуем, да. Но я с вами не согласен. Понижение рейтинга Порошенко, а у него эти рейтинг был до 52%. Большая заслуга Путина. Путин все пять лет воевал с Порошенко. Поэтому, то, что он начал сейчас делать негативные шаги по отношению к Зеленскому, я думаю, он просто набирает козыри перед первой встречей. Он хочет, чтобы сразу слабый, на его взгляд, Зеленский начал оправдываться и просить его сделать ту или другую услугу. Он нефтепродукты. Они перекрылись сейчас в Украине, хотя Украина не очень нуждается в русских нефтепродуктах. Они начали, как вы говорите, выдавать паспорта, хотя, на самом деле, еще не начали, а грозят этим делать. Но, на самом деле, это их козыря. Это русские делают. Не Порошенко же начал выдавать русские паспорта, и не Порошенко перекрыл. Но при Порошенко Украина добилась независимости от русского газа. В чем же тут интерес Путина? Интересно было, если Украина перестала покупать российский газ. Так что вы можете иметь свое мнение, вы на это имеете право, но я не согласен с этим. Ну, спасибо. У нас есть еще звонки. Попробуем их принять. Слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить, Иосиф, я хотела спросить, или вы этот Иосиф, который был у Вячеслава Черновола, ну, в его партии. Нет, я никогда не был ни в одной партии, но я был с ним в хороших отношениях. Мы были с ним вместе. Но там был такой старший, извините, что то и бывает, я в большое время экономю там радио. Там такой старший был еврей Иосиф, и я даже с ним в друзьях на Фейсбуке. И что я хочу сказать, что он единственный еврей был, когда народный рух Украины хотел сделать отойти от России. И я думала, что это как раз ведь, потому что Вячеслав Черновол это мой герой. И он сказал, что этот Иосиф говорил, что спрашивай, почему, нападает еврей на небо, на этого еврея Иосифа, который в уреде нашем был. И он почему-то аварийный. Я не знаю, кого вы имеете в виду. Я был среди создателей народного руха Украины. Я создавал там Совет национальности, хорошо знал Черновола, но я никогда ни одного дня в своей жизни не был ни в какой партии. Как только рух стал превращаться в партии, я сразу отошел. Я хочу просто вам сказать, что спросили его евреев в Америке. Одни евреи напали на других евреев, чтобы Советский Союз здесь делать. И там евреи напали на него. Как так, что ты разговариваешь на украинском языке? И человек сказал, потому что я родился в Украине, это моя родина. А почему я должен говорить по-русски? Я вообще не живу в России и ничего. И вот это есть такой камень преткновения, что имеют евреи в Украине. И здесь люди эти еврейские не понимают. И почему-то... Почему люди там нервничают? Потому что распространители, они являются как раз русского языка, из-за которого началась война, потому что Путин сказал, он идет вызволять русскоязычное население, которое никаких, вы знаете, хорошо, притеснений вообще никаких. Мы притеснены. Я была в три года сдана в детский дом, и мои две сестры забрали квартиру, выкопнули нас на улицу. Ну и многих я не буду рассказывать истории. Я просто говорю, что я... Давайте мы... Извините, у нас много звонков. Мы не можем выслушивать только одного слушателя. Извините, спасибо за ваш комментарий. И мы примем еще. На самом деле, в народном руке Украины я был не единственный еврей. Там был целый ряд евреев. Несомненно. Это, да, это известно. Так, у нас есть звонки. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вообще-то два вопроса. Ну, во-первых, мне не кажется, что как бы эти выборы, которые привели к власти еврея, несмотря на то, что уже был премьер-министр, он и еврей, что это свидетельствует о том, что здесь антисемитизма меньше в Украине, что это просто миф, что это антисемитская страна, потому как исторически всегда евреев приглашали после разрушения второго храма, когда они рассеялись после рабства, то в Испанию, в Португалию, в Германию, в Польшу и так далее. Использовали, а потом наступал пик, когда антисемитизм достигал вот этого самого пика. Поэтому это ни о чем не говорит. Но у меня вопрос такой. Значит, во-первых, почему вы так ориентированы на Европу, которая катится в исламский халифат? Это просто как бы безвыходные положения, потому что с одной стороны Россия агрессор, а с другой стороны вот такая вот Европа, которая деградирует и просто на глазах. А второй вопрос... Ну ладно, давайте вот этот вопрос. Спасибо. Иосиф, пожалуйста. Когда я говорю о европейском векторе, я на самом деле имею в виду вектор движения в мировую цивилизацию демократическую. Просто она называется европейской. Мне, например, ближе то, что там в Америке, в Канаде, чем то, что происходит в Европе, в Австралии, в Новой Зеландии, потому что там более твердые режимы, которые, например, и Путину дают больше отпор, чем это делает такая разновекторная Европа. Поэтому я прошу считать это узловностью, когда я говорю европейский вектор. Это вектор в мировую цивилизацию. Ну да, скорее всего, про то, что в Европе происходит, мы действительно хорошо знаем. У нас еще звонки. Попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще один вопрос. Спасибо за ответ на первый вопрос. Второй вопрос такой. Не кажется ли вам, что вот избрав еврея президента, когда будет хорошо, то никто не будет говорить, что он еврей. Но как только станет плохо, все антисемитизм поднимется, вплоть до погромов. Погромы – это, конечно, крайнее положение, но в принципе антисемитизм будет подниматься, если будет недостаточно хорошо. Спасибо. Нет, я думаю, что действительно, я об этом уже сказал в начале, что неудачи нового лидера, он, к сожалению, обречен на неудачи, потому что ожидания касаются тех вопросов, которые президент не в состоянии изменить. Они приведут к некоторому росту антисемитизма, который сейчас очень низок в последние годы. Например, за последние два года у нас не было ни одного физического нападения на почве антисемитизма. Это при том, что в каждой из европейских стран основных существует десятки, если не сотни нападений. Этого я не боюсь погромов. То есть в какой-то степени вероятности можно допустить все что угодно. Рост антисемитизма – да. Но евреи переживали уже разные стадии антисемитизма. Переживем и этот. Дело в том, что то, что он еврей, абсолютно неважно ни для нас, евреев, ни для украинского населения. На это никто не обращал внимания. И даже некоторые правые радикалы, которые постались заестрить эту тему, не получали никакого позитивного отзыва. Это не превращало в цепную реакцию и вообще никак не фигурировало в этой кампании. Я сказал уже о социологии, которая показала, что 36% еще осенью были готовы за президента еврея Лосова. Это все-таки говорит о неком зрелости некое общество. Но мы попробуем послушать еще наших слушателей. Добрый день. Слушаем вас. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, посадит ли Зеленский Порошенко? А если не посадит, то куда он будет бежать? Какую страну? Хороший вопрос. Во-первых, я не пророк. И я в голову чужую залезть нельзя. Я не думаю, что вообще Зеленский сформулировал для себя свои первоочередные задачи уже окончательно. Работает команда, работает его штаб. Молодой такой, достаточно активный штаб. И они будут принимать решения по первоочередным задачам. Я не думаю, что посадка Порошенко является первоочередной задачей. Тем более, что президенты, как вы знаете, в демократических странах не сажают в тюрьмы. Это в тоталитарных странах или в крайнем случае резко авторитарных сажают президенты. Есть суд. Я не думаю, что в Украине есть сегодня суд, который способен, даже если будет доказана вина Порошенко, что еще тоже большой вопрос, что его посадят в тюрьму. Да. Наработал ли он на это? Но у нас есть еще вопросы. Попробуем послушать наших слушателей. Добрый день. Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что Порошенко подался шантажу нашего бывшего вице-президента Джо Байдена и уволил генерала-прокурора для того, чтобы тот новый прокурор, ваш Луценко, прикрыл деятельность сына Джо Байдена, что послужило началу расследования Манафорта и привело к Ашенгейту. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, это достаточно запутанная история деятельность Манафорта в Украине, когда он помогал Януковичу перед выборами. И вы как-то, мне кажется, очень усложняете это дело. Потому что, наоборот, как бы украинские власти были заинтересованы, чтобы вскрыть все злоупотребления периода Януковича, высветить их. Но, опять же, очень трудно что-либо доказать, в рамках закона. А незаконно сегодня уже, к сожалению, может быть, или к счастью, к сожалению для тех, которые ожидают это от Зеленского, а к счастью для тех, которые уважают все-таки закон. Законно доказать не так просто. Вот почему не расследованы убийства на Майдане до сих пор? Потому что уничтожены были оружия, из которого стреляли. А вы, которые живете все-таки в правовом государстве, и можете поинтересоваться юристом, насколько сложно доказать принадлежность к убийству, если уничтожено оружие. Да, если нет самого оружия. Да, если нет оружия. Поэтому давайте не спешить. Конечно же, команда Зеленского настроена на решительные действия. Входит ли в эти действия посадка основных людей, которые были во время Януковича, во время Порошенко, потому что при Порошенко был посажен только Ефремов, руководитель фракции регионов. И сам Янукович получил заочно 13,5 лет. Скорее всего, да, не чувствуется, что в этом приоритеты. Я думаю, что у них столько задач перед собой, такие высокие ожидания. И посадка Порошенко даже не звучит в этих ожиданиях. Она и репутационная, я не думаю, что хорошо. У нас есть еще звонки, да, Сюша? Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как бы там вначале спрашивали слушатели, почему Украина не всегда поддерживает Израиль при голосованиях. Но у меня вот такой вопрос. Скажем, Украина, в всяком случае, признала Холокост, а Израиль до сих пор не признал Голодомор, который в Украине считается очень большой трагедией, при котором погибло не меньше людей, чем украинцев, чем евреев Холокост. Поэтому, как бы, Украина тоже не всегда обязана поддерживать Израиль. Она, в первую очередь, она должна, как бы, руководиться своими интересами, точно так же, как это делает Израиль. Ну, вы знаете, тут можно, конечно, спорить, как в одну, в другую сторону, но все-таки мир разделяется. Если вы еще не заметили, мы опять живем в эпоху Холодной войны. И в такие моменты исторические мир разделяется на достаточно четкие группы государств, с одной стороны, с другой стороны. И вот тут надо, как бы, уже выбирать с какой-то стороны, потому что Израиль, несомненно, часть западного цивилизованного мира. Если Украина хочет быть частью этого мира, то она должна выбрать, что она на этой стороне и поддерживать те действия Израиля, которые не противолечат пониманию Украины именно этой западной цивилизации. И я, собственно, все время на этом настаиваю, что у нас потенциал по Израилю, по дружбе с Израилем, по хорошим отношениям, по экономическим отношениям гораздо выше, чем с арабским миром. Но не я же не министр иностранных дел, а не президент, который определяет политику. Знаешь, иногда нам удается склонить Украину к голосованию в пользу Израиля. А для еврейской общины это всегда есть приоритет, чтобы их страна дружила с Израилем. Хотя мы понимаем, если брать геополитику, что не все так просто, и Израилю тоже невозможно однозначно принимать ту или иную сторону. А что касается Голодомора и Холокоста, смотрите, Холокост западным миром принят уже однозначно. Как универсальная трагедия, а не только еврейская трагедия. И многие правительства, стран, которые в свое время содействовали уничтожению евреев, а практически все страны имели какие-то группы людей, которые помогали убивать евреев, это признали и как бы прошел какой-то процесс. Что касается Голодомора, это новая задача, которая стала во весь рост только 10 лет назад, в отличие от Холокоста, которая уже десятилетиями вот входит в обиход понимания памяти о тех годах. Я думаю, что Израиль рано или поздно признает Голодомор, и мы в этом также заинтересованы. Но я вам скажу, что Израиль еще не признал геноцид армян в Османской империи. Так что у нас еще перед нами очередь из стран, которые бы хотели, чтобы Израиль что-то принял в их пользу. Да, время несомненно есть, но тем более, что Голодомор, понятно, что это в большей степени связан с Украиной, но мы помним и Казахстан, и другие места, где благодаря людоедской политике тогдашнего правителя всея СССР, то есть много людей ушло. Вот, ну, хорошо, у нас буквально остается немного времени, но еще, да, есть звонки, хорошо попробуем. Добрый день. Алло, алло, говорите. Алло, добрый день. Ну, алло. Да, слушаем вас. Да, между прочим, мои родители тоже с Украины, и у меня дедушку раскулачили тоже на Украине, я еврейка. Так что не только украинцев там, там всех подряд мили, кого могли. Так что... Ну, это известно. Кстати, в Гарварде группа украинских студий провела сейчас демографическое исследование, которое нам покажет более полную картину по жертвам Голодомора. Прежняя оценка евреев, погибших в Голодоморе, было порядка 80 тысяч. Я думаю, сейчас в свете новых исследований эта цифра даже увеличится. Да, ну, и тут трудно с вами не согласиться, что это впереди будет, несомненно, и то, что связано с геноцидом армян в 15-м, то есть, ну, и то, что с Голодомор, то есть, всему в итоге свое время и к этому приходится, но понятно, что существует группа интересантов, скажем так, которые тот или иной, то или иное решение, его принятие, или продвигают, или оттягивают, мы хорошо порой знаем этих людей, те, кто так или иначе способствует или наоборот делает какую-то преграду, препону этому. Вот, ну, буквально, может быть, под конец уже нашего эфира несколько слов о ваших сегодняшних делах, ну, вот на Ниве, вот в вашей работе в еврейских организациях и что сейчас важного, актуального происходит. Ну, как бы, еврейская община Украины, в общем-то, уже достаточно застабилизирована, в том смысле, что время там еврейских войн ушло в прошлое, они были в свое время в 90-е годы, вот сейчас этого нет, хотя создать единую общину до сих пор не получается, просто она очень большая. Мы считаем, что сегодня из демографических позиций в Украине проживает, там, допустим, не меньше 300 тысяч человек, которых имеют право по закону возвращения стать израильтянами. И такое большое количество объединить в одну организацию очень сложно, я этому посвятил достаточно много времени и энергии, но так я закрепил, что есть несколько крупных организаций, наша организация одна из них, из самых активных, ну, мы вполне сосуществуем, кое-где взаимодействуем, делаем общие проекты. Особых проблем у евреев Украины сегодня нет, я имею ввиду проблем отличных от основного населения Украины, каких-то отдельных, связанных с их национальностью, то есть их можно сформулировать, например, там, реституции общины собственности, но это отдельная задача, которая сейчас не так, может быть, даже актуальна, как еще 10 лет назад, потому что сейчас идет война, и я не думаю, что было бы корректно поднимать вопрос о возвращении собственности, когда Украина ведет такую тяжелую войну, сопротивляясь российской агрессии. Как я сказал, антисемитизм минимальный, дай бог, чтобы его не было больше. Конечно, есть проблема сохранения объектов еврейского культурного наследия, это наша проблема, но я не могу сказать, что другого типа наследия, других национальностей, религий, лучше сохраняется, чем еврейского наследия. То есть наши проблемы лишат в русле общих украинских проблем, евреи также страдают от социальной несправедливости, от коррупции, от войны, что и все жители Украины. И в общем-то мы этим приближаемся к такому западному типу еврейской общины, когда еврейство это личное дело, и дом это еврей, а в общем-то так ты гражданин страны, и разделяешь все минусы и все плюсы, которые на пути у этой страны встречаются. Ну вот в связи с этим наверное стоит сказать, что в данном случае не так было и важно, что президентом стал еврей, хотя может быть кого-то греет сама такая мысль, но тем не менее это не из... судя по тому, что вы говорите, не из ряда вон выходящие. То есть это нормальное явление. Будем судить его по делам, а вас я благодарю за то, что этот вечер провели с нами. Всего вам доброго, удачи в ваших делах, и может быть мы сможем еще раз встретиться с нашими слушателями. Всего доброго. Да, пожалуйста, и вам спасибо за приглашение, мне очень приятно было пообщаться с вашими радиослушателями. Всего доброго. Спасибо.